так вот я напомню на чем мы остановились задача разорение берутся вот такие вот суммы значит с 0 равняется x а x считается начальным капиталом значит и этот x заключен в двух между двумя числами значит в таком интервале и нижняя граница интерпретируется как минимальный допустимый уровень капитала у игрока ну например можно считать что он отрицательный и тогда это так сказать максимальный долг а b это то что больше чего не может проиграть ну там скажем другой игрок или там если считается что с банком играет то значит больше чем этого б банк не может проиграть вот и значит ксииты значит я напомню ксииты и независимые и они принимают с значит одинаково распределенные и два значения принимают и спрашивается а какова вероятность значит вот у нас такое по моему было в прошлый раз обозначение это минимум из н таких что сн попадает вот сюда и нас интересует вероятность того что вот в этот момент выхода значит получается что выйти из этого интервала можно только через один из концов а или б и нас интересует вероятность выхода через а ну то есть это и интерпретируется как вероятность разорения вот до этого мы в прошлый раз дошли значит давайте значит выясним следующее ну во первых понятно что тау значит это марковский момент ну это там у нас такой более общий пример был это понятно теперь а вероятность того что тау бесконечность равна нулю то есть тау момент остановки напомню момент остановки это такой то значит марковский момент который конечен почти наверное у марковских моментов разрешается быть бесконечными а но здесь такого не бывает а ну давайте 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 это посмотрим значит почему почему такого не может быть значит откуда это видно а значит значит а ну а ну это можно значит значит смотрите что получается значит что 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 это означало означало бы что в какой-то точке омега тау бесконечность ну это значит что вот вы начали значит ходить по этому интервалу и все время в нем остаетесь ну может ли такое быть значит может ли такое быть ну в принципе в принципе с нулевой вероятностью такое может быть конечно ну например пусть у вас интервал большой так вы начали большой симметричный и вы начали из нуля например ну в принципе может случиться что у вас такие ходы один плюс один один плюс один ну и вот вы все время значит у вас будет сумма то один то минус один то ноль так но понятно что вероятность этого нулевая так но но как проще как проще всего увидеть что в общем случае не может значит вот это блуждание не может оставаться в интервале значит есть какие-нибудь идеи откуда ну там из какой откуда-нибудь из каких-нибудь там сказать прежде известных вам сведений это вытекает значит вот подумайте так сказать минутку или там полминутки какие какие-нибудь были у вас вот там в теории вероятности какие-нибудь были у вас теории теоремы про вот эти суммы ну собственно если и были скорее всего две там между двумя можно убирать какие какие у вас были две основные теоремы про сумму независимых случайных величин ну да сам значит а два два так сказать закона с усреднениями так ну один закон с усреднениями это ну это такой как бы самый простой и понятный это закон больших чисел так а это значит что он говорит он говорит следующее что вы их значит ну вот их складываете значит делите на n так а и это стремится к их мат ожидания так ну мат ожидания у них ну и вот там легко найти значит она не а некая мат ожидания ну скажем если п и q по одной второй то ноль просто так ну и что так сказать ну и вроде вроде как ну ничему не притянув черную что страшного значит это говорит что у вас средний к нулю сходятся у вас средний находится в интервале ограниченном то есть ну не средняя сами суммы находится в интервале ограниченном но вы их делите на n ну вроде согласуется ничего вроде страшного почему 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 бы и нет да значит а из закона больших чисел вроде бы никакого не возникает тут противоречия да но следующий теперь теперь беремся за следующие да значит смотрите что можно сказать про следующее а значит следующее а значит это когда мы их складываем да и делим на корень из n так так значит вот смотрите я если бы если бы эта штука болталась все время в каком-то интервале ограниченным ну на каком-то множестве омик положительной да то тогда смотрите что бы случилось тогда бы случилось что это ну ну давайте так я напишу если если вероятность значит равна плюс бесконечности то вот это стремится к нулю на множестве на множестве положительной вероятности что что фу я два раза написал плюс бесконечности я хотел я хотел написать что она не 0 значит смотрите если эта вероятность положительно то у вас вот такие вот второго сорта такие странные средние так получилось бы что они сходятся к нулю так на множестве положительной вероятности так но это противоречит значит это противоречит центральной предельной теореме потому что центральная предельная теорема говорит что если вы ну если вы еще пронормируете ну если если п и q равно 1 2 то больше ничего не надо делать так но если не 1 2 то нужно еще значит вычитать средние да и тогда ну вот ну вот скажем в простейшем случае когда п и q равно 1 2 просто вот эти они вообще-то никуда не сходятся так в обычном таком самом простом смысле но в смысле распределения распределения сходятся к гауссовскому так сходится к центрированному гауссовскому но так тогда не может быть чтобы на множестве положительные меры они стремились к нулю потому что гауссовская центрированная гауссовская отлично от нуля почти наверное так вот поэтому ну но посмотрите как будет если они не что поменяется если они не с одинаковыми вероятностями типа и q посмотрите что будет в общем аналогичный будет эффект вот значит таким образом таким образом получается что это момент остановки а теперь значит давайте посмотрим а значит значит а значит мы хотели бы сказать что вероятность вероятность вот этого равна то есть мат ожидания вот этого равно вот этому и равно иксу так а как это было для ограниченного как в теореме про ограниченный момент остановки вот смотрите если мы этого добились так если мы этого добились что мат ожидания равно икс то тогда дело в шляпе значит если этого добились значит если так то значит смотрите что получается давайте я значит выпишу значит давайте я выпишу значит вычисление так значит а вот такое получается получается очень простое вычисление потому что это с тау принимает всего два значения значения так а и b поэтому значит вот это смотрите нас интересует вот это да и тогда получается значит вот такая выкладка получается значит плюс b а тут на единица минус то что нас интересует так значит вот такая вот получается простая выкладка ну и из этой выкладки ответ находится так значит смотрите какой из этого находится ответ значит значит получается так значит получается что x минус b значит x минус b это ну лучше не x минус b а b минус x лучше в другую сторону снести значит из этого получается что b минус x я b оставляю здесь и x сниму перетаскиваю перетаскиваю а здесь будет b минус а на интересующую нас вероятность значит вот так получается ну и получается вот этот объявленный значит объявленный мной в прошлый раз ответ значит он получается видите значит очень простой b минус x делить на b минус а так ну вот смотрите что из этого ответа видно а значит что из этого ответа видно а когда вероятность разорения довольно большая а вот как а когда 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 вот это значит когда вот это капитал ну в каком смысле большая она конечно большая значит так сказать большое она в принципе не может быть большая в смысле того когда она близка к единице да значит когда вероятность близка к единице а ну это когда начальный ну скажем когда зазор между b и а большой так ну разница между ними большая а начальный капитал не очень сильно отличается от а так то есть вот этот значит игрок может там так сказать какой то люфт иметь но не очень большой а у банка денег ну там кратно больше ну тогда получается что значит вероятность будет близка к единице но если у игрока значит ну теперь мы хотим чтобы это было маленьким так значит ну тогда понятно что x должно быть близко к b так а то есть получается так что если у игрока денег ну сравнимо с банком так то в общем так сказать не очень велика вероятность того что он проиграет так ну это все понятно и без всяких вычислений так сказать из чисто таких житейских соображений но здесь вот видите так скажем в общем более менее точная зависимость да а а ну вот да получается что по и куни да 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 получается что не участвуют да а теперь значит а но теперь смотрите а а сейчас ну погодите все еще не участвует я чушь сказал а слушайте это вы хороший задали вопрос а я вам ответил чушь в каком смысле они не участвуют а а а значит а так все будет так все будет так все будет а значит значит это применимо это применимо конечно если s n мартингал так ну то есть если а а p равняется q равняется 1 2 да это я пропустил сказать то что значит а у нас какая была теорема об остановке мартингала что мы мартингал останавливаем в момент остановки то есть в ограниченный в ограниченный момент остановки в ограниченный марковский момент вот так что нет это вы совершенно справедливо заметили если если а если п не равно q так то а значит это нужно отдельно рассматривать потому что это не будет мартингалом и вот такой значит формулы простой не получится тогда возникнет конечно соотношение ну ну при анализе тогда будет играть роль там кто больше так ну понятно что сместятся все эти вот эти вероятности сместятся но что а что ну ну примерно что тогда нужно делать вот давайте чтобы это не загромождать вычислениями то что-то уже вычисления довольно много уже будет уже не так все будет просто как здесь смотрите что на что нужно будет тогда сделать если это не мартингал ну тогда его нужно представить ну в виде как мартингал плюс что-то ну и вот это будет она будет анализировать так но 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 мы с вами так сказать рассматриваем случай честной монеты и вот вот этой мартингальной стратегии так вот так а значит значит все получается все очень мило ну все очень мило получается но значит почему значит значит давайте это я отмечу почему можно почему можно применять значит значит эту теорему хотя тау не является ограниченным так вот это важная вещь у нас же был очень простой пример как раз вот с выбором момента остановки ну и довольно банальный пример который говорит что ну неверно эта формула значит если а момент момент остановки неограниченный так значит вот это нужно обосновать так значит давайте давайте значит давайте чтобы не обозначение совпадали с конспектом а значит давайте а Давайте вот, значит, обоснование. Значит, смотрите, обоснование вот какое. Значит, теорема применима к моментам вот таким вот, tau-катам, которые получены срезкой по уровню k. Эти-то уж точно ограничены, значит, с ними все окей. Значит, получается, что вот эти все равны x. Так, вот теперь, значит, что еще можно сказать про них, значит, про эти tau-каты. Значит, tau-каты, понятно, что они возрастают к tau. Так, ну и, значит, вот смотрите, что тут происходит. Значит, они возрастают к tau, так, значит, а эти стремятся к этому. Так, ну и вот надо бы, значит, перейти к пределу под знаком мат-ожидания. Так, вот это не всегда возможно. Значит, вот в частности, если в том примере, где у нас неверно, что мат-ожидание в этот момент будет исходным, то, значит, ну не всегда можно перейти к пределу под знаком мат-ожидания. Значит, нужны какие-то условия. Ну вот давайте, значит, давайте выпишем простое условие. Та-каты оценивается через сумму, так, очевидным образом. Потому что, значит, tau-каты, ну, потому что эти тоже будут, ну, либо А, значит, либо Б. Так, ну, либо А, либо Б, либо что-то между ними, так. Ну, и тогда получается, что, значит, по теореме Лебега, значит, вот эти применяются вот к этому, ну и тогда все окей. Так, вот таким образом, значит, здесь можно вот эту теорему применить. Ну, конечно, ради этого случая можно было бы саму теорему немножко усложнить. Я специально эту теорему о моменте остановки не стал усложнять так, чтобы она охватывала этот случай. При желании можно было бы там еще добавить технических условий, но тогда это все вместе не столь наглядно было бы. Значит, та теорема у нас при таком очень примитивном условии доказана, конечно, для равномерно ограниченного момента остановки. Но зато у нее очень простое доказательство, и понятно, что происходит. Так, значит, вот ее легко усложнить, скомбинировав, ну вот с таким, ну вот с какой-нибудь такой оценкой, которая, ну, фактически делает ровно это в общем случае. Вот видите, мы здесь не использовали специфику ситуации, кроме того, как только, ну, оценка у нас появилась. Поэтому в той теореме, которую мы доказывали про момент остановки, можно такую же применить конструкцию, такую же можно конструкцию применить, брать ограниченные, которые сходятся, ну и добавить еще оценку, так, чтобы можно было воспользоваться теоремой Лебега. Это все очень банально. Но тогда, мне кажется, это замаскирует суть дела, и начнет казаться, что тут суть дела в каких-то, ну, переходах под знаком интеграла. Хотя в действительности там суть дела именно вот в том специальном простом случае, который у нас и был. Так, значит, это, значит, это мы, значит, закончили, значит, вот этот специальный пример. Значит, давайте я теперь, значит, скажу ответ, значит, какой будет ответ, ну, уже я не буду его так разбирать, а просто поясню, что происходит. Разбирательство, значит, когда П не равно Ку. Значит, разбирательство похожее, но чуть-чуть более занудное, значит, оставим это просто с ответом без разбирательства. Значит, в случае П не равное Ку. Так, тогда, значит, Мартингалом будет, ну, вот это надо проверить, будет новая последовательность. Вот такая вот СН, значит, на, значит, Ку, значит, делить на, Ку делить на П в степени СН. Так, значит, ну, давайте это проверим. Значит, вот тут у меня даже в конспекте это выписано, давайте я это повторю. Значит, берем условное мат ожидания, вот СН плюс 1, так, значит, и смотрите, значит, что тогда будет. Тогда будет следующее, это будет СН, так, умножить на мат ожидания, условное мат ожидания вот от такой штуки. Вот так будет. Значит, это будет СН умножить просто на мат ожидания, значит, по Инаку вот от такой вот степени. Ну и можно проверить, равно СН. Вот, ну, почему? Ну, потому что, ну, давайте я вычисление здесь выпишу. Так, ну, ладно, раз уж я стал выписывать, давайте, я вообще-то думал этот кусок на доске выкинуть, но давайте, раз уж я начал выписывать, то давайте выпишем. Значит, будет вот такой ответ. Вот, и здесь аналогично, значит, ну, в общем, аналогичная получается оценка. Давайте я все же вот на этом месте, значит, кончу, там в конспекте у меня дальше еще небольшой кусочек есть, а тут я выпишу ответ. Значит, ответ уже будет вот такой, ну, такой немножко более гнусного вида. Так. Продолжение следует... О, видите, тоже некоторое, так сказать, просматривается, ну, похожего типа зависимость, но, видите, так сказать, количество, но уже всё немножко по-другому. Ну, что интересно, значит, вот ответ был найден другими способами, не с помощью мартингалов, не с помощью моментов остановки, а вот с помощью всяких довольно хитрых комбинаторных соображений. А вот ещё, так сказать, в позднее средневековье, первыми вероятностниками, ну, правда, такие довольно изрядные, там были люди, которые этим занимались, но, тем не менее, вот они, видите, такой не очень очевидный ответ нашли. А вот этот наш первый ответ в симметричном случае, ну, какой-то он такой совсем элементарного вида, как-то ещё можно понять, что его можно найти без науки. А вот этот, даже удивительно, что такой, ну, так сказать, отнюдь не напрашивающийся, конечно, ответ, значит, что его можно найти без вот всяких специальных средств. Ну, ну, руководство есть, так сказать, фактически такой вот школьный комбинаторного типа вероятностью. Так, значит, это, значит, это закончился вот этот специальный пример. Но пример довольно интересный, поэтому он у нас будет отдельным пунктом, так сказать, в окончательной программе. Кстати, я вот эту окончательную программу немножко подвергну ревизии и слегка переставлю вопросы так, чтобы они точно соответствовали их порядку, ну, как мы их на лекциях обсуждаем. Так, сами по себе вопросы почти не изменятся. Единственное, что один вопрос я чуть-чуть сокращу, а именно там есть вопрос, значит, строго марковское свойство процессов Леви. Ну, вот у нас этот вопрос, я думаю, все-таки в билеты не выносить, ну, он у нас, мы кратко это обсудим, но в билетах не будет, а в билетах, ну, посмотрим, значит, как у нас пойдет, так сказать, сейчас дальше, значит, завершение. Возможно, будет вместо этого строго марковское свойство Виннеровского процесса, ну, а может быть, даже и просто будет этот вопрос исключен, в общем, посмотрим. А в остальном они будут слегка переставлены в соответствии с тем порядком, как мы их обсуждаем. В частности, в имеющейся программе у нас, вот сейчас нужно было бы уже обсуждать ветвящиеся процессы, но это у нас будет в самом конце, значит, пример этих ветвящихся процессов будет, ну, как некий специальный, значит, случай марковских процессов. Вот, значит, вот сейчас начинается такой последний. Да. Q делить на P в степени B. Нет, смотрите, там, там всюду, там всюду стоит Q делить на P, ну, и в каких-то там степенях, ну, там, ну, вот, такого, в общем, они там, вот, вместо линейного, значит, вместо линейного случая, вот, ну, понятно, вот эти, вот эти числа A, B и X, они стоят не как линейные, а как степени, так, а основание там вот это. Ну, но обратите внимание, тут P может быть больше Q, а может быть меньше, так, поэтому, значит, ну, там может получиться, что и здесь, и здесь отрицательные числа, понятно, да, но тогда их надо переставить, ну, и будут стоять положительные числа, так. Да, 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 кстати, еще я, ну, раз уж вернулись к этому, хочу заметить, значит, смотрите, вот в этой окончательной, ну, формула такая немножко странная, потому что, если в ней положить, если в ней, ну, взять Q равное P, так, ну, вроде как получится единица, да, но это, конечно, еще ни о чем не говорит, потому что у нас получится так, 1 минус 1 делить на 1 минус 1, так, и, 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 в общем, вот представьте себе, что мы бы знали этот ответ при P не равном Q, так, и захотели бы узнать, какой ответ при P равном Q, так, но тогда получается, что вам нужно было бы сделать следующее, вот у вас есть число какое-то тета, так, между нулем и единицей, и у вас получилось бы вот такой вот ответ, так, о, вот такой вот ответ бы получился, да, и интересующее нас выражение было бы такое, предел этого, ну, если он существует, когда тета идет к единице, так, значит, вот тета идет к единице, какой у этого предел, так, ну, вот проверьте в качестве упражнения, помните ли вы, значит, как бороться с такими пределами, нам это, правда, ни для чего не нужно, потому что у нас случаи, когда они равны, получился проще и короче и с самого начала, так, поэтому мы, так сказать, ответ знаем, но, посмотрите, вот, значит, помните ли вы, как бороться с такими пределами, значит, когда тут тета идет к единице, так, значит, значит, вот следующий, значит, следующий раздел, ну, и он последний, так, значит, вот я говорил, что у нас, значит, основные наши процессы, это вот какие, с независимыми приращениями, мартингалы и марковские, так, ну, и они там как-то между собой связаны, и вот последний, значит, раздел, значит, это марковские процессы, но, ну, как про все процессы, это у нас, ну, такое небольшое, так сказать, они, конечно, общее вводное обсуждение, потому что сама по себе это весьма обширная наука, и там по ней, значит, существуют такие весьма увесистые монографии, так что у нас вот там буквально пара лекций, естественно, вводные, но, значит, сейчас будут некие общие вещи, ну, с минимумом доказываемого, потому что, к сожалению, в этой науке теоремы довольно жестко доказываются, но формулировки у них не такие жесткие, и, ну, и, вот, мне кажется, хотя бы формулировки нужно знать, а доказательства у нас тут, ну, вот у некоторых базовых фактов будут доказательства, так, а, как бы, у центральных фактов у нас тут не будет доказательств, вот, и, значит, у общих марковских процессов есть важная, значит, подчасть, это цепи Маркова, ну, вообще говоря, считается, что цепи Маркова это предмет теории вероятностей, но, как я понял, у вас вроде бы в курсе теории вероятностей нет марковских цепей, так ли это? Кто-то мне говорил, что их вроде как у вас нет, не было, да? Ну, марковские цепи это некая классика, с которого все эти марковские процессы начались, поэтому у нас будет тоже такое короткое обсуждение цепей Маркова, и еще будет важный, важный, ну, такой уже совсем специальный, но важный класс, значит, процессов, ветвящиеся процессы, вот, значит, это последняя тема, такая вот она, значит, тоже ветвится, значит, начинаются марковские процессы, а потом они, значит, переходят в свою подчасть в марковские цепи, значит, а те, значит, переходят в ветвящиеся процессы, значит, вот это мы сейчас обсудим, и две конкретные задачи тоже мы, ну, планируем обсудить, ну, как я надеюсь, времени хватит, вот, наподобие того, значит, как у нас одна конкретная задача, это про этого, значит, злополучного игрока, значит, еще будет пара других конкретных задач, значит, это, значит, классическая вот эта задача, с чего начались ветвящиеся процессы, значит, а задача о вырождении, значит, британских фамилий, и вторая задача, это тоже, значит, с разорением, но уже на этот раз не игроков, а, значит, страховой компании, так, значит, вот будут две конкретные задачи, значит, итак, марковские процессы, значит, теперь, значит, теперь процесс, значит, теперь процесс, значит, кси от Т не обязательно вещественный, а принимает значение, значит, принимает значение в измеримом пространстве, значит, с, ну, там, с какой-то сигма алгеброй, сейчас, в конспекте S у меня, да, значит, в конспекте S, значит, ну, сигма алгебры S рукописная, ну, 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 типично, значит, типично, где он принимает, значит, S, это RD с Борелевской, с Борелевской сигма алгеброй, например, даже не во всем RD, а вот, скажем, когда у нас, значит, рассматриваются случайные блуждания, то типичное, значит, фазовое пространство такого процесса, вот это S называют фазовым пространством, или пространством состояний, значит, типичное пространство, это решетка, ну, вот, скажем, многие вероятностные задачи, пришедшие из реальных приложений, ну, вот, там, из анализа физических систем, там, из анализа графов, например, ну, и всяких там такого рода реально прикладных вещей, они вот имеют дело с блужданием подселочисленной решетки, так, с точки зрения измеримого пространства, конечно, двумерная или там демерная целочисленная решетка, она изоморфна, конечно, просто множество натуральных чисел, и вообще большинство разумных пространств, которые встречаются в приложениях, они как абстрактно измеримые пространства, они изоморфны, там, прямой с Борелевской сигма алгеброй, но было бы всегда крайне невыгодно этим изоморфизмом пользоваться, ну, вот, кроме как в каких-то общих теоремах, потому что очень часто это пространство имеет, ну, какой-то наглядный смысл, ну, вот, скажем, у вас, вот, блуждание подселочисленной решетки, у него очень простой наглядный смысл, выходите по узлам, и в каждый, из каждого узла, там, ну, с какой-то там вероятностью, переходите, ну, в соседние узлы, так, вот такой простейший вид блуждания, и, конечно, это можно загнать изоморфно в натуральный ряд, но это будет крайне ненаглядно, вот, и многие задачи станет-таки просто невозможно решать, вот, если вы это перегоните с помощью изоморфизма, поэтому, значит, смотрите, до сих пор я говорил, что процесс мы считаем всегда вещественным, ну, изредка комплексным, но сейчас лучше, значит, вот, допустить такой более общий процесс, тогда, значит, такой процесс, значит, такой процесс, значит, это набор, набор кси-Т, ну, измеримых, измеримых отображений, значит, кси-Т теперь из омега не в R, а в S, ну, и на S есть сигма-алгебра, поэтому можно сказать, что такое измеримый, значит, если это все происходит в Rd, то тогда это просто векторный процесс, значит, у него там d-компонент, и каждая компонента, ну, случайная величина, так, значит, поэтому, в принципе, это не очень принципиальное отличие от нашей вот исходной этой установки, когда все было вещественным, но, конечно, кое-какие вещи сейчас изменятся, скажем, когда пространство чуть более абстрактное, вот не Rd, например, то, ну, вот, матожидание, значит, не будет там разговора про матожидание, вот до сих пор у нас было, значит, очень важно, вот мы там, ну, много чего делали с этими процессами, там, значит, беря их какие-то матожидания или что-то с ними делая, ну, ну, вот здесь, так сказать, вот, ну, ну, вот, нет такого, вот, так, теперь, да, ну, это буква сама S прямая, а это S рукописная, ну, у меня в конспекте, ну, знаете, я сейчас стал смотреть на конспект и понял, что лучше, вот эту, ну, у меня на бумаге разница между буквами больше, чем на доске, так, но я, знаете, что, я, наверное, сделаю в конспекте еще большую разницу, чтобы сигмалгебра от самого пространства отличалась, но дело в том, что S это довольно распространенная множество, ну, для множества значений буква, а, и, к сожалению, вот букв много, но когда начинаешь, какой ее заменить, то все оказывается плохо, ну, например, часто пространство там, ну, буквы E обозначают, но E нехорошо, у нас через E обозначается часто, значит, среднее, так, матожидание, значит, E как-то не очень хорошо, X, вот, тоже стандартно X, но штука в том, что сами процессы у нас часто будут буквы X, там, ну, XT обозначать, поэтому, когда и пространство X, и процесс X тоже плохо, поэтому, в общем, так подумав, ну, вот видишь, что буква S, она вот одна, как-то, так сказать, свободная осталась, и поэтому, вот, значит, поэтому S все-таки. Так, теперь, значит, теперь T у нас будет, вот для обсуждения марковских процессов, T дальше будет реально время, так, но не обязательно вся прямая, а, ну, какой-то там кусок, например, типичные случаи, это, значит, вся прямая, половина прямой, отрезок, натуральные числа и Z, ну, 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 вот я, давайте наши, наши примеры, значит, основные наши примеры, значит, выпишу, ну, ну, вот, пожалуй, вот, пожалуй, значит, пять основных примеров, вот, ну, как-то кардинально между собой отличаются два, скажем, натуральный ряд и R, вот, значит, непрерывное время, дискретное время, так, а, значит, вот, процессы марковские с дискретным временем называют часто марковскими цепями, но у нас для цепи, это будет в еще более узком смысле пониматься, марковская цепь, но это я сейчас определение приведу. Так, теперь, теперь, значит, значит, вот нам понадобится, значит, нам понадобятся порожденные процессом сигма-алгебры. Так, ну, вот я в конспекте, значит, кажется, следил, чтобы у меня они все время одинаковыми буквами обозначались, но вот если увидите, что не так, скажите, исправлю. Значит, значит, смотрите, вот такая вот сигма-алгебра с таким, значит, странным индексом. Значит, это сигма-алгебра, значит, порожденная, порождена одним, одним отображением кси от Т. Так, значит, смотрите, значит, из чего состоит эта сигма-алгебра, значит, где эта сигма-алгебра? Значит, давайте, значит, это я выпишу. Значит, значит, это сигма-алгебра, это совокупность, значит, вот таких вот прообразов. Значит, значит, ну и где она содержится? Она содержится в основной сигма-алгебре в омеге. Видите? Значит, отображение из омеги куда-то, а порожденные сигма-алгебры возникают в омеге. Так, значит, следующая сигма-алгебра, да, да, это равно, да. Какая буква? Вот эта? Ф рукописная. А вот я сейчас поясню, для чего тут равно. Значит, смотрите, кроме равно, у нас будет еще вот такая. f меньше либо равно. А это вот какая? Это сигма-алгебра, порожденная вот такими до момента Т. Так. А и аналогично, больше либо равно. Это сигма-алгебра, порожденная вот такими, но S больше либо равно Т. Так. А, значит, ну, условно, значит, условно, значит, это прошлое. Так. Значит, вот это прошлое, а это будущее. Так. Ну, а это, если угодно, настоящее. Так. Значит, смотрите, настоящее у нас часть прошлого и часть будущего. Так. А, но тут нет, конечно, такого, что, значит, конечно же, конечно же, конечно же, не обязательно, что прошлое в пересечении с будущим будет настоящее. Так. А настоящее лежит, конечно, в пересечении, но, значит, но тут не такая уж, так сказать, не совсем уж такая прямолинейная связь. Значит, значит, смотрите, какой смысл, ну, такой, как бы, так сказать, прикладной смысл этих понятий. А, значит, ну, можно считать, что мы наблюдаем за процессом со временем, так. А, и вот, значит, в прошлое входят события, полученные по наблюдению за процессом до момента времени t, так. А, в настоящее ровно в момент времени t, ну, а в будущее, там, начиная с этого момента, так. И вот различные формы марковости, это, ну, я бы сказал, количественные соотношения о связи, значит, настоящего, будущего и прошлого. Вот так, можно сказать. И, значит, эти связи, значит, значит, эти связи, вот так, технически, значит, теперь как это технически воплощается. Значит, значит, определить, значит, теперь вот основное определение. Значит, определение, значит, вот этот процесс марковский, значит, если верно следующее, значит, если верно, ну, я сейчас сначала напишу формулу. А, потом, значит, прокомментирую. Значит, вот такое равенство должно быть. Значит, и для каких а и b это должно быть. Значит, вот для каких а и b. Значит, а из прошлого, а b из будущего. Ну, и это так, так сказать, словесно описывается так, что прошлое и будущее независимы при фиксированном настоящем. Так, но, если так словами сказать, что значит прошлое и будущее независимы при фиксированном настоящем, то, ну, тут широкий простор для толкований. А вот, а это вот техническая, такая вот техническая интерпретация вот этих слов. Значит, смотрите, вот представьте себе, что не было бы никаких условных, так, а просто было бы написано, что вероятность пересечения распадается в произведении вероятности. Ну, это такая обычная наивная независимость двух множеств, так. Но здесь не совсем так. Здесь не про их абсолютную вероятность идет речь. А здесь речь идет вот об этой условной вероятности при фиксированном настоящем. Ну, значит, что это, давайте вспомним, значит, давайте вспомним, что это технически-то означает, такая вот, значит, запись. Значит, такая запись означает, ну, по определению, так, значит, по определению. Такая запись означает следующее, что если вы проинтегрируете по множеству С, вот это, так. Ну, значит, смотрите, вообще, что такое, значит, условная вероятность множества. Это условное математическое ожидание индикатора пересечения, так. Значит, вот это тогда будет равно чему? Значит, если С, значит, если С, вы берете вот отсюда. А чему равно так это выражение, этот интеграл чему равен? Значит, смотрите, это, что это такое по определению? Это интеграл по С от, ну, это по определению, да, значит, по определению, да, математического математического ожидания, так. Значит, что это такое будет? Значит, это будет равно... Ну, просто вероятности такого тройственного пересечения, так. Значит, это слева, да. А справа что получится? Значит, значит, и это же должно быть у вас равно интегралу вот от того, да. Значит, интеграл... Значит, интеграл от... Вот этого произведения, да. Ну, а это как-то можно записать? Значит, это как-то можно записать? Значит, ну, не записать, а как-то еще упростить, лучше сказать. Значит, смотрите, вот давайте я сюда наверх выпишу. Значит, это будет интеграл по С. Смотрите, от чего. Индикатор вот этого на индикатор, ну, на условное мат ожидания индикатора вот этого. Как-то еще можно это упростить? Вот давайте даже, чтобы еще проще было, давайте тут напишу интеграл по омеге, а тут напишу вот так. Значит, можно как-то это еще упростить? Ну, да, 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 С из этой сигмалгебры, да. Вот смотрите, левая часть вот так упростилась, а правая часть, можно как-то правую часть упростить? Какое условие убрать? Нет, нет, ну, вот мы хотим, да, да, ну, нет, ну, верно, да, мы что-то хотим из этого убрать. Значит, мы что-то хотим из этого убрать. Можно тут, ну, смотрите, все убирать бессмысленно, потому что как раз вот то получится, так? То есть как раз ответ-то окажется, что, смотрите, что определение как раз говорит, что убрать можно все, так? Но чтобы это не было тавтологией, и чтобы вот эта новая наша запись была содержательной, что-то еще можно убрать? Смотрите, вот эта функция измерима относительно этой сигмалгебры, так? Значит, тут все три функции стоят измеримые относительно этой сигмалгебры, да? Поэтому, например, вот эту можно убрать. Вот эту, например, можно убрать, да? Вот так можно сделать. Дальше уже не уберешь. Дальше уже не уберешь, потому что это не обязательно измеримо относительно этой. И тут смотрите тогда, что будет. Тут будет вот что. Вот что будет. Сейчас, только я как-то убрал. Сейчас. А, вот тут B. Я пропустил тут B. Тут B должно быть. Вот, смотрите. Значит, смотрите, чему получается равносильно наше условие марковости. Что тройное, что тройное, что тройное пересечение, видите, значит, в этом тройном пересечении А из прошлого, B из будущего, а С из настоящего, так? Что вот это тройное пересечение, оно считается вот таким вот способом. Видите? Вот так можно еще переписать наше определение. Что вероятность тройного пересечения считается таким способом. Ну, или можно такую штуку для А оставить, а B вытащить сюда. Вот так еще можно сказать. Значит, можно это переписать, значит, равносильные условия. Значит, равносильные условия. Сейчас давайте я, чтобы обозначений придерживаться. Значит, равносильные условия такое. Условное среднее произведение относительно настоящего распадается в произведение условных средних. Значит, если F измеримо относительно прошлого, G измеримо относительно будущего. Можно еще так записать. Видите? Без условных вероятностей, а с условными средними. Значит, определение, значит, наше определение исходное с условными вероятностями. Это случай вот этого для индикаторов множеств. Если вот здесь взять индикаторы множеств, то получится наше определение. Вот. Теперь спрашивается, а почему, если выполнено наше определение, то почему вот это верно для индикаторов? Так. Наоборот, если выполнено наше основное определение с индикаторами, то почему это для не индикаторов, а для функций интегрируемых верно? Как это получить? Ну вот как. Если это верно для индикаторов, то верно для их линейных комбинаций, потому что это линейно по F и это линейно по F, так, и это линейно по G, и та линейно по G. Значит, получается, что для простых функций тоже верно, но для простых каких? F должны быть это измеримо, G относительно этого измеримо. Значит, для простых верно. А стандартная дальше схема, когда что-то верно для простых, равномерными пределами распространяем на ограниченные. Значит, понятно, что если у нас для Fn-ных это верно, и Fn-ные равномерно сходятся к F, то для F тоже верно, ну и для G также. Значит, получается, что верно для функций ограниченных, ну соответствующих измеримых. после этого переходят к неограниченным неотрицательным. Ну как переходят к неограниченным неотрицательным? Ну с помощью срезок, ну и обычных свойств интеграла. Распространили на интегрируемые неотрицательные. Ну после этого, когда для неотрицательных интегрируемых верно, ну разбиваем на положительные отрицательные части и опять пользуемся линейностью. Вот, значит, стандартный способ. Поэтому можно так понимать, значит, можно марковость понимать вот так. Так, теперь про марковость, про общую марковость. У нас довольно мало, значит, довольно мало теорем. Сейчас я даже вам скажу, сколько. Ну, вот, собственно, одна сейчас будет даже не теорема, а лемма. А основная теорема будет без доказательства. Так, сейчас я тут вытрубил с ком. Значит, смотрите, значит, таким образом про общую марковость, что в итоге получается? Определение, так? Потом вот это его несложная переформулировка через условные средние. И еще, вот сейчас лемма, еще одно равносильное условие марковости довольно полезное. Вот, а без доказательства будет важная теорема про уравнение Калмогорова-Чепмана. Вот, а без доказательства. Так, значит, лемма. Значит, марковость равносильно вот какому тождеству. Значит, когда вы берете условное мат ожидания, ну, вернее, условную вероятность события из будущего относительно прошлого, то это должно быть равно вот такой условной вероятности. Значит, и это для всех событий из будущего. Значит, какой словесной, так сказать, словесной интерпретации этого равенства? А будущее зависит от прошлого только через настоящее. А вот это вот, так сказать, давайте это я припишу, потому что так понимали марковость классики. Значит, будущее зависит от прошлого через настоящее. Значит, Калмогоров такие процессы называл, значит, процессами там без последействия. Вообще, хотя сам объект возник еще, значит, в начале, там, 20-го века в работах Маркова, вот по цепям Маркова, но вот сам процесс, сам термин процесс Маркова, это уже много-много позже появилось. Ну, это, в общем, наверное, в 50-е годы появилось, так. И вот смысл, значит, смысл этого равенства словесно вот оформлялся вот так, что это такой процесс, что его, значит, будущее поведение зависит только от его поведения в данный момент. Ну, скажем, если у вас какое-то случайное блуждание, то куда процесс, ну, там, по решетке, скажем, или там, по графу какому-то, так, то, значит, куда он скакнет в следующий момент времени, зависит только от того, ну, где он сейчас. Ну, а от чего еще могло бы зависеть? Ну, могло бы еще зависеть от того, где он был еще и вчера, так. Или вот когда, ну, какой-нибудь там финансовый процесс с этой точки зрения анализируют, то вот интерпретация такая, что там, значит, там стоимость какого-то актива завтра зависит от того, какая у него стоимость сегодня, так, но не вчера. Ну, сами понимаете, что это, конечно, не во всех задачах так, потому что как раз очень может таки быть, что информация, добавленная про вчера, она большая, чем, ну, сегодняшняя, что вот, скажем, то, что вы знаете вчера и сегодня, это неравнозначно тому, что вы знаете только про сегодня. Ну, так, условно говоря, вы там, скажем, наблюдаете там за курсом юаня, и вот хотите понять, какой он будет завтра, так. Ну, и очень даже может статься, что для вас не безразлично, что вот вы знаете, знали, какой он вчера, или знаете только, какой он сегодня, так. Так что, понятное дело, тут, значит, это свойство, ну, в общем, не следует думать, что это свойство какое-то очень универсальное, но, тем не менее, это важное свойство, и вот во многих практических задачах оказалось, что это, вот, значит, полезно вот так формализовать. Ну, и давайте это докажем. Значит, давайте мы это докажем. Значит, доказательства. Ну, значит, в конспекте у меня номера формул, но здесь я, поскольку стер, давайте я ее выпишу. Значит, пусть верно вот это. Значит, пусть вот это, скажем, назовем это звездочкой, так. Значит, пусть вот это верно, а мы хотим доказать вон то. Значит, как, ну, как это доказывать? Значит, как это доказывать? Ну, давайте, значит, давайте подумаем, значит, как это доказывать. Значит, смотрите. Значит, ну, давайте напишем сначала, что хотим-то. Значит, хотим, ну, хотим, чтобы было вон то, но то ведь это, значит, тут, когда написаны какие-то равенства про условные, там, средние условные, значит, вероятности, всегда надо помнить, что это не про числа равенства, так, что это равенство, вообще-то, про случайные величины, и это равенство почти всюду, так, и они никогда не устанавливаются просто так банально, что при каждом омеге почему-то что-то равно, так не бывает. А надо сличать интегралы какие-то, так. Значит, хотим, значит, чтобы для всякого А из вот этого, вот у тех двух интегралы совпали. Значит, вот это мы пока хотим. Значит, ну, это мы хотим, но мало ли, может, оно и не так. Ну, давайте посмотрим, так ли это. Значит, чему равно, чему равно левое выражение. Так, значит, смотрите, мы взяли случайную величину, измеримую относительно вот этой штуки, и берем, ну, так сказать, скалярное произведение с ней. Значит, условное ожидание снимается, и это просто оказывается равно вот этому. Ну, то есть, это просто вероятность пересечения. Это левая часть. Так, вот, а здесь, значит, а здесь что стоит? Так, значит, здесь стоит тоже, здесь стоит тоже, ну, какое-то там скалярное произведение. Но, но здесь мы не можем так лихо снять, просто так, мы не можем снять. Потому что, смотрите, а измерима, ну, относительно вот этой сигма-алгебры. Но эта сигма-алгебра больше, чем та, относительно которой берется вот эта. Поэтому здесь так просто банально не снимешь. Так, значит, надо думать, почему здесь можно снять. Но оно и неудивительно, что сразу не снимается, потому что мы же вот этого не использовали, правда? Значит, вот этого же мы не использовали, так? Значит, нужно как-то это использовать. Значит, давайте думать, значит, как это можно было бы использовать. Значит, давайте посмотрим, как это можно было бы использовать. Значит, есть идеи, как это можно было бы? Значит, вот это равенство, значит, смотрите, чтобы дальше что-то тут, значит, чтобы сличить эти две стороны, нам нужно как-то вот это равенство применить. Значит, как его применить? Что-что? А, вот этот индикатор, да? Да, ну, например, можно сделать так, значит, смотрите, тут стоит, тут стоит что-то, тут стоит что-то, измеримое относительно этой сигма алгебры, так? Так, поэтому сюда можно поставить проекцию этой функции на вот эту сигма алгебру, так? О, видите? Вот что тут оказалось справа. А, но это есть, значит, вот это есть, как раз, видите, то, что в произведении, то, что в звездочке стоит, так? Поэтому вот это, вот это, значит, я, ну, вот сюда переношу, это будет интеграл от вот этого, значит, это из-за звездочки. Так, вот, вот, вот где звездочка сработала. Значит, звездочка мы сначала скрутили, видите, вроде бы, так сказать, ухудшили немного позицию себе, стоял себе индикатор чистый, а мы, ну, из него еще устроили какое-то что-то условное, так? Но это для того, чтобы можно было звездочкой воспользоваться. Значит, и звездочка это скрутило вот в такое. Но это будет равно просто тогда интеграл от индикатора условный, еще раз взяли интеграл, это будет просто его мера, этого множества. Значит, то есть это равняется левая часть. Так что, видите, значит, если, значит, если верна звездочка, то, значит, получилось, ну, то получилось вот это верно. Так, ну, давайте это, давайте это будет две звездочки, да? Значит, значит, итог, значит, итог из звездочки, значит, следует две звездочки. Так, но теперь мы хотим в другую сторону доказать. Так, значит, сейчас, или у нас уже звонок прозвенел? А? Ну, ладно, давайте не будем комкать, а в другую сторону столь же банально, но все-таки это, ну, не одна строчка, поэтому давайте я лучше в следующий раз, значит, ну, в общем, в следующий раз это закончим. Так, все тогда, пока.